Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 21 уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке вы научитесь делать меню с эффектом прокрутки. Что это за меню такое? Сейчас я продемонстрирую. Я сделал демо-пример. Много вариантов, как вообще можно сделать интересное меню с прокруткой. Сейчас вы смотрите на сайт. Наверху у нас и внизу нигде нет никакого меню. Наверное, вы часто такое видели на всевозможных сайтах. И если я за ползунок прокручиваю страницу вниз, то у нас сверху вылезает симпатичное меню. Давайте перейдем в программу Adobe News и попробуем такое сделать. Будем считать, что у вас уже меню заготовлено. Теперь давайте научимся делать так, чтобы оно выезжало сверху после того, как человек начинает прокручивать страницу вниз. То есть, чтобы всегда меню у него было перед глазами, чтобы ему было удобно перейти по кнопкам. Это для удобства и для того, чтобы, например, человеку показывать какой-то важный контент. То есть, смотрите. Вот у меня меню. Я его выделяю. И вы в панели должны найти такой инструмент эффект прокрутки. Сразу хочу сказать, что здесь может быть для новичков довольно-таки сложно производить настройки, чтобы получить визуальный эффект. Здесь все дело в наработке. То есть, здесь нужно понять принцип, как работают эффекты прокрутки. И после того, как вы это поймете, вы сможете потом без труда делать всевозможные элементы прокрутки. У вас, скорее всего, будет вот так вот. Нужно здесь поставить галочку. И давайте немного поговорим вот об этой панели. Значит, вот эта первая часть, где написано начальное перемещение, это как бы отрезок в половину, когда объект, то есть это меню или что-то там, картинка, перемещается. В MUSE так устроено. А потом идет конечное перемещение. То есть, от всего отрезка, половина пути у нас отвечает вот эта часть настроек перемещения. Вторую часть пути объекта отвечает нижняя часть, вот это вот конечное перемещение. И здесь идут настройки. Это может пригодиться, например, нам в меню. Конечное перемещение нам не нужно. То есть, нам не нужно, чтобы наш объект двигался после того, как он прошел полпути начального перемещения. И чтобы он не двигался дальше, вот здесь вот в полях нужно ставить ноль. Это скорость. То есть, вот эти цифры, где задаются ноль, это скорость. Если ставить ноль, значит, объект стоит на месте. Стрелки же как раз показывают направление перемещения. Стрелка может направлена быть, например, у верхнего поля вниз, а у нижнего поля в сторону. Тогда будет объект перемещаться по диагонали. Здесь вообще из этих настроек делают вообще сложные параллакс-эффекты. То есть, мы еще об этом поговорим. И смотрите, какой момент. В нашем случае меню движется сверху вниз, поэтому нам нужно вот здесь, там, где стрелка вверх-вниз, кликнуть по стрелке вниз, чтобы она подсветилась более темным цветом. И, соответственно, нам в стороны двигаться не нужно, поэтому здесь тоже ноль. Я надеюсь, вот это понятно. И, соответственно, конечное перемещение ноль, потому что у нас меню вылетело, и оно должно остаться на месте. Что касается скорости, здесь на усмотрение. Ноль один – это самая тихая скорость. Если вы здесь сотрете, поставите единицу, это быстрее. Потом вы уже решите для себя, какую вам здесь скорость выбрать. Что касается вот этого момента, вот этот вот значочек, смотрите, он у меня… Вот, я его сейчас вытянул. Когда я его двигаю, здесь тоже меняется положение, да? Что это такое? Смотрите. Вот этот элемент, квадратик с полосочкой, он говорит о том, то есть, когда начать нам движение. То есть, когда верхушка браузера достигнет вот этого вот положения, то есть, вот этого квадратика с полоской, да? Тогда начинается старт начального перемещения. Вот здесь нужно это понять. Здесь многое зависит от того, где находится вот этот вот квадратик с полосочкой такой, да? В теории все может быть сложно, нужно пробовать, нужно делать. И давайте сейчас попробуем сделать. Я сейчас отключу параллакс, и давайте представим, что вот мы сделали меню, оно у нас вот здесь вот наверху. Кстати, вот положение самого меню, вот сейчас я перемещаю по холсту, тоже влияет на такие моменты, когда появится меню. То есть, вы это все поймете, вам нужно просто здесь набить руку. Но давайте, смотрите, меню у нас, например, наверху. Оно у нас сейчас двигаться не будет, нам нужно зайти. Эффект перемещения мы включаем. У вас по умолчанию, скорее всего, будет вот так вот один. И вот здесь вот будет тоже один. Не забываем, конечное перемещение мы пока не трогаем. Смотрим туда, нам нужны там нули, выставляем нули. Здесь вот, в стороны перемещения стрелки, здесь тоже мы ставим ноль. Если вы включили вот это перемещение, и не видите вот этого вот прямоугольничка с полосочкой, вот здесь вот выставите ноль, тогда оно окажется вот у вас здесь. То есть, оно просто за пределами экрана, туда далеко размещено было. Вот вам нужно, чтобы оно было перед вами. Вот смотрите, если, как я уже говорил, верхняя часть браузера достигнет вот этого элемента, у нас начнется движение вниз, потому что стрелка здесь у нас вниз. Скорость 1. Давайте оставим как есть и посмотрим на этом этапе, что у нас получается. То есть, что у нас получается? Смотрите, меню, во-первых, видно. Нам нужно, чтобы его не было видно. И я кручу, и оно начинает старт. Видите, он немножко прокрутился и остановился. То есть, у нас практически все получилось, но нам нужно, чтобы меню было скрыто. Что для этого нужно? Давайте попробуем вот этот ползуночек поместить на начало нашего меню. То есть, вот прямо на первую линию, когда начинается наше меню. И отпустим. И посмотрим, что это даст. И смотрите, я переместил, значит, на начало меню. И смотрите, у нас меню исчезло. Я начинаю прокручивать, и вот оно. Видите? У нас, в принципе, все получилось. Вот наше меню появляется, как только я кручу страницу вниз. Теперь давайте рассмотрим еще два момента. Меню появляется достаточно быстро. Нужно сделать так, чтобы оно более плавно появлялось. И потом мы рассмотрим такой момент. Наше меню прилеплено к верхушке браузера. Что сделать, если нам нужно, чтобы оно немножко... То есть, было расстояние между верхушкой браузера и наше меню. Давайте посмотрим. Но сначала давайте попробуем сделать скорость меньше. Смотрите, я сейчас ничего не делаю. Только кликаю на нижнюю стрелку до 0.1 на самую слабую скорость. Все, я ничего больше не сделал. И смотрите, что у нас получается. Я сделал минимальную скорость. И смотрите, меню опять видно. То есть, вот тут много моментов, которые вы потом сможете учитывать, когда набьете руку. И я, когда кручу, оно едва ли выезжает еще. Давайте попробуем теперь само меню. При условии, что у нас скорость 0.1. Просто переместим ниже на нашем холсте. Его все равно не видно, потому что мы ему присвоили эффект перемещения. Смотрите, я на значительное такое расстояние сдвинул его вниз. Идем в браузер и смотрим. Смотрите, наше меню почти скрылось. Видите? Если включить смекалку, можно догадаться, что, наверное, нужно меню еще опустить, чтобы его не было видно. Потому что, если я прокручиваю, вот оно появляется. И у нас появляется даже маленький там зазор. Если я меню еще немножко перемещу вниз, предпросмотр, меню все равно еще у нас видно. Давайте еще ниже. И у нас меню, смотрите, скрывается за горизонтом. Если я прокручиваю страницу, у нас более плавно выскакивает меню. То есть, смотрите, если у нас вот это положение квадратика, который отвечает за появление анимации, вот этой прокрутки, оно начинает действовать, как вы уже поняли, когда верхушка браузера, то есть, смотрите, я прокручиваю, и когда верхушка браузера вот этого вот доходит до этого ползуночка, начинается прокрутка. Соответственно, вы можете это контролировать, потому что иногда нужно выбрать, чтобы меню появилось намного позже. То есть, например, сайт докрутили до середины, и только тогда меню появилось. Такое, может быть, часто нужно. Тогда вы должны понимать, что вот это меню надо опустить еще ниже, потому что пока верхушка браузера доберется до нашего вот этого элемента, да? Теперь, что касается расстояния, чтобы меню не было прилеплено к верхушке браузера, что для этого нужно сделать? Вот, смотрите, нам нужно вот этот ползунок немножко отодвинуть, прям чуть-чуть от нашего меню. И смотрите, что уже у нас получается, совсем другой вид. Во-первых, у нас меню видно, надо опустить еще ниже. А во-вторых, мы добились того, что хотели. Наше меню отлепляется от верхушки, и мы можем задать любое расстояние, вы понимаете уже как, отодвинув вот этот ползунок от меню. Когда мы его отодвигаем, нам нужно, соответственно, меню опустить еще ниже. Наше меню не видно. И посмотрите, у нас очень-очень классно, очень красиво выскакивает меню. В этом уроке, в принципе, об этом виде прокрутки все. А в следующем уроке мы поговорим о следующем элементе непрозрачность. То есть, можно сделать так, чтобы у нас не выезжало меню, а проявлялось. Так тоже часто делают, и вы тоже должны уметь это делать. Более детально о вот этих элементах мы разберем, когда будем проходить раздел Parallax. И последний момент, который я хотел дать в начале урока. Я отключаю Parallax. Фикс очень часто бывает такое, что меню у нас должно быть всегда видно и как бы прилеплено. В прошлом уроке мы что-то подобное проходили. Но вы должны понимать, что эта фиксация, она работает на любые объекты. Вот вам горизонтальное меню, и мы просто вот здесь, где фикс, ставим точку. Вы уже немного с этим знакомы. То есть, такое тоже часто бывает. Ну, меню, конечно, вы располагаете там, где надо, но оно никуда не девается и всегда будет здесь. Тоже должны вы это знать. Как правило, здесь нужно начертить во всю ширину такую полосочку, полупрозрачненькую, как часто делают, да? А на ней уже размещено у вас меню. На этом уроке все. И увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч, делайте их круто! До новых встреч! До новых встреч! КОНЕЦ 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 Р THAT СВИСТ Продолжение следует...